Староскольские школьники Староскольский институт имени Угаровой или Нитумисис, город Москва. При поступлении в ВУЗ иногда бывает не хватает 1, 2, 3 баллов, а я считаю, что 5 баллов это очень хорошее подспорье при поступлении на нужные направления и профили. Задания Олимпиады схожи с теми, которые ребятам предстоит сдавать на ЕГЭ, поэтому школьники относятся к ней со всей серьезностью. Я пришел сюда, чтобы проверить свои знания, понять, на что я способен, как я готов к экзаменам в едином государственном. Это очень хороший стимул для того, чтобы подготовиться. Задания непростые. У меня, я надеюсь, хватит времени решить большинство из них и сил. Ну а что не получится, будем дальше учить и пробовать. Нитумисис – один из ведущих технических вузов страны. В нашем регионе это учебное заведение – основная площадка по подготовке кадров для горно-металлургических предприятий. Олимпиада имени Светланы Угаровой проходит тут при поддержке «Металлоинвеста» и является отличным стартом для успешного будущего нынешних школьников. Я как человек, который любит математику и физику, участвую во всех олимпиадах технического направления и надеюсь на самый лучший результат. Я знаю, что олимпиады дают свои баллы на экзаменах. И так как я собираюсь поступать в физмат и позже также сдавать физику, для меня дополнительные баллы – это хорошая мотивация, чтобы участвовать в олимпиадах. В этом году олимпиада впервые вышла за пределы Старого Оскола. К ней присоединился Губкин, где открылся филиал горного факультета Староскольского технологического института. В филиале горного факультета также проводится данная олимпиада, куда сегодня пришли 120 человек. Это только на математику, информатика, и там будут принимать участие 80 человек. Это именно на площадке Губкина. Для этого были установлены компьютеры, подключено соответствующее оборудование, чтобы олимпиада на территории Губкина ничем не отличалась от олимпиады, проведенной здесь, в стенах Эстейни-Тумисис. Имена победителей назовут в следующем году. Дипломы им вручат в рамках Дня открытых дверей в Эстейни-Тумисис. Тогда же школьники смогут ближе познакомиться с учебной базой заведения, узнать подробнее о факультетах и условиях поступления в ВУЗ.